Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Надеюсь, что вы воспользовались моим последним советом, отдохнули от меня, ведь теперь я снова в строю и снова выполняю свою основную функцию, я стараюсь отслеживать наиболее значимые фундаментальные события и в том или ином формате доносить их до вас, чтобы вы были в курсе всего происходящего на финансовых рынках, потому что, как ни крути, я думаю, что никто не будет с этим споить, но фундамент имеет очень большое значение на динамику и, в принципе, в перспективе всех тех инструментов, которые подпадают под основу нашей спекулятивной деятельности. Прошу прощения за свое отсутствие в четверг и пятницу, был на семинаре в Казахстане, хочу воспользоваться возможностью поблагодарить всех тех, кто смог присутствовать на нем. Очень лестный прием, большое спасибо, надеюсь, что вы будете теперь использовать возможности, которые есть для наших казахских коллег. Это возможность посещать, опять же, мастер-классы в, собственно, нашем представительстве, которое было открыто в Казахстане. Приходите на клубные дни, торгуйте, в общем, мы стараемся создавать все условия для того, чтобы наше трейдерское сообщество только крепло и расширялось. Соответственно, за минувшие выходные состоялось очень важное, фундаментальное событие. Мы к нему очень готовились и я рад, что именно мне выпала возможность подвести его итоги, потому что уверен, это событие, которое не просто повлияло в момент, кстати, с открытия азиатской сессии сегодня на тех активов, которые мы с вами торгуем изо дня в день, но уверен в том, что имеет потенциал долгосрочного влияния уже на дальнейшую перспективу. Но обо всем по порядку. В целом, то, что произошло в четверг и в пятницу, то есть за время моего отсутствия на рынке, поддержало большинство тех идей, которые мы с вами торговывали. Начнем с того, что у нас интересного сложилось на рынке черного золота. Клосс пятница 52.39, сейчас актив торгуется на отметке 52.74. Не снижается, это совершенно очевидно, но, собственно, как и в начале прошлой недели, я добавил то, что не хочется накаркать и стать причиной слома того тренда, который сейчас формируется. Но все-таки в глубине души я продолжаю видеть то, что ослабление, которое мы видим сейчас, это не просто так. Очередной ход поддержки 50 долларов за баррель, чтобы потом быки снова начали свою игру и очень уверенно и результативно, как показывает практика последних месяцев, наступление. Мы знаем то, что сейчас для рынка черного золота есть еще один фундаментальный повод, который можно отыгрывать, особенно тем, кто верит в прекрасное будущее этого актива и высокие цены на нефть. Это ожидание майской встречи представителей ближневосточного картеля, которая состоится вкупе с регионами вне этого сотрудничества. И целью этой встречи будет возможность продления энергетического пакта, который отступил в силу в конце 2016 года, точнее о нем договорились, начал он работать с 1 января 2017 года на первое полугодие по ограничению производства на 1,8 миллиона бар в сутки. Вот теперь здесь давайте остановимся подробнее. Я хочу, чтобы вы прекрасно понимали, что сейчас может обсуждаться рынком в качестве позитива для нефти. То, что энергетические пакты соглашения продлят до конца 2017 года, ну ради бога, пусть его продлевают, только не забывайте о том, что и сейчас этот энергетический пакт действует. Ограничение производства на 1,8 миллиона – это хорошо, но мы знаем то, что не все регионы соблюдают обязательства. И важно то, что изначально, когда в конце декабря поднимался вопрос потенциального обеспечения и достижения дефицита на рынке черного золота, считалось то, что эта сделка позволит сократить мировые поставки нефти. По прошествии четырех полноценных месяцев можно сказать, что частично уже мы подходим к концу и завершению действия вот этого полугодового энергетического пакта. Мы сейчас можем говорить уже о том, что мировые поставки, они не снизились, напротив, они продолжили расти, как в январе, в феврале, в марте. И я хочу, чтобы вы запомнили цифры, потому что на текущий момент мировые поставки находятся на рекордных максимумах. И вот по итогам апреля, я думаю, что вряд ли что-то изменится за последнюю неделю, они достигли отметки цифры в 47,8 миллионов баррелей. Это примерно на 6% больше, чем мы наблюдали в декабре, когда стороны и регионы, радеющие за идею восстановления баланса спроса и предложения, отстаивали на полиску, целесообразность этого ограничения масштабного производства, чтобы вернуть рынок к балансу. Но этого не произошло, и не нужно сейчас заблуждаться. Спекулятивный интерес к новостному событию, да, он присутствует, да, он может быть, да, он может развернуть котировки нефти, вернуть их к уровням, которые мы еще не видели. Но все-таки реализм и связь с землей, опять же, она позволяет сейчас говорить о том, что продление энергетического пакта, оно вряд ли будет иметь какой-то серьезный эффект вообще для всего рынка черного золота. Поэтому для долгосрочных трейдеров, к которым преимущественно относимся мы с вами, я считаю то, что ожидание этой сделки, продление, не стоит использовать в качестве хорошего топлива для уверенной восходящей динамики. А вот теперь, что касается еще большего негатива. Мы с вами говорили про Штаты, отметили то, что Соединенные Штаты Америки являются регионом, который подрывает все усилия ОПЕК, направленные на достижение дефицитности предложения. Производство нефти в Штатах продолжает увеличиваться, мы это видим в цифрах, еженедельной статистики, которую нам поставляют и Американский институт нефти, и Администрация энергетической информации. В частности, последние цифры указывают на то, что Бейкер-Хьюз отчет по количеству негативных терминалов, которые специализируются на сланцевом разведывании, их число выросло уже до 688 штук, это 14-я неделя роста подряд с начала года. Мы растем, в конце прошлого года тренд немного прерывался, но в целом 688 негативных станций сейчас это то, что, мягко говоря, настраивает нас на позитивные положительные ожидания того, что нефтедобыча будет только увеличиваться. Поскольку производство нефти в США находится выше уровня рентабельности, мы видим колоссальный спрос в плане инвестиционной привлекательности к этому бизнесу. Значит, дополнительный приток денег в общий показатель капитализации всей американской нефтянки будет способствовать тому, что количество станций неуклонно продолжит расти. И мы очень скоро с вами приблизимся к показателю 750-800 штук. По прогнозам администрации энергетической информации, в предстоящем месяце мы можем рассчитывать с вами на прирост добычи на 120-130 тысяч баррелей в сутки сланцевого производства. То есть с возможностью доведения этого показателя примерно до 5-14 миллионов баррелей в день. И я уже предлагаю, опять же, руководствуясь этими цифрами, скорректировать цифры и последние прогнозы администрации энергетической информации, замахнуться на то, что до конца этого года мы с вами увидим не 9,6-9,7 миллиона, а, возможно, 9,8-9,9 миллиона баррелей в сутки по добыче. А в 2018 году шагнем уже за десятку, потому что уровень рентабельности для сланцевых производителей США находится на отметке 35-37 долларов за баррель. Соответственно, до тех пор, пока цены будут держаться выше, интерес к этому бизнесу не пропадет. В целом мы видим еще и рост запасов. Это важный момент для нефти медведей, потому что до этого было очень много, опять же, идей, основанных на том, что сезонный спрос на топливо станет причиной роста котировок нефти. Сезонность, я не умиляю значение этого новостного фактора, но несмотря на то, что по идее сейчас мы должны были бы наблюдать высокий спрос на топливо и, соответственно, сокращение запасов того же самого бензина, запасы продолжают неуклонно расти и также находятся чуть не на рекордных показателях. Это не простая статистика, это статистика, которая обладает таким аккумулирующим эффектом. И я надеюсь, что эта статистика создаст больше интереса к активу со стороны медведей, потому что нам нужно больше тех трейдеров, которые поддерживают короткую позицию, чтобы большими деньгами толкнуть котировки ниже. Цель, друзья, как и раньше, 50 долларов за баррель. Ждем статистику на этой неделе по запасам, посмотрим, произошли ли изменения там. Ну и ждем с вами 25 мая, это когда ОПЕК и, опять же, еще 10-11 государств, которые не входят в это ближневосточное объединение, соберутся, чтобы обсудить возможности и целесообразность продления действий в баррель. Об этом мы с вами уже, в принципе, поговорили. Рубль 55.92, стойкость характера действительно очевидна сейчас для российской валюты, но ничто сейчас не оказывает давление на котировки рубля, что очень странно. Поэтому давайте здесь какого-то объяснения, тем более логичного, сейчас искать не будем, потому что его, в принципе, будет очень трудно, точнее невозможно найти. Ведь если бы рубль характеризовался статусом валюты, отвечающей за развитую экономику, может быть, мы еще и попадались бы через какой-то фундаментальный позитив, статистику и еще какие-то факторы, которые обычно влияют на активы, собственно, развитых стран. Но рубль, к сожалению, этим статусом похвастаться не может. А будучи валютой, которая отвечает за сырьевую экономику, сырьевой предаток, собственно, как характеристика всей российской экономики, и видя, как снижаются цены на нефть и при этом рубль продолжает неуклонно расти, это, конечно же, нонсенс. Я думаю, что многие, опять же, согласятся с тем, что этому нонсенсу должен был прийти конец еще гораздо раньше, месяц назад. Но апрель уже практически завершен, тем не менее рубль как котировался на отметке 55-56 рублей против американцев, так и держится на этом уровне. Я считаю то, что потенциал, собственно, девальвации, как и обозначено было раньше, по-прежнему гораздо выше, чем тот потенциал, который можно еще использовать для укрепления рубля. И надеюсь, что мы в ближайшее время начнем все-таки наблюдать рост американцев против рубля, потому что держаться на текущих отметках, особенно с учетом актуальных цен на нефть, это, опять же, явно невыгодные контракты для российской экономики. Дальше идем. Доллар японская иена. Вот, кстати, котировки сейчас по этой валютной паре у нас находятся на отметке 110.0.7. И давайте я сейчас обрисую фундамент, который сложился, а потом попробуем с вами спрагнозировать, как торговать этой валютной парой дальше. Что у нас есть сейчас по фундаменту? За последние дни, когда я отсутствовал, было много макроэкономических отчетов, в частности, заявки на пособие по безработице. 244 тысячи с 234 тысячи выросли на 10 тысяч, но ничего страшного, все равно показатель считается восстановительным, если держится ниже 300 тысяч. То есть даже если бы у нас было 290 тысяч заявок на пособие по безработице, для общего сектора рынка труда это был бы позитив. Поэтому еще один хороший макроэкономический отчет. Индекс активности в секторе услуг 52.5 с 52.8, ниже прошлого значения, но все равно выше 50. И тоже позитив. Индекс продажи на рынке вторичного жилья, общий показатель продаж, рост с прошлого спада на практически 4% на 4.4. Это рост. То есть и здесь у нас позитивный макроэкономический отчет. И ладно, бог с ней со статистикой, а теперь к самому важному. Это выступление министра финансов Стивена Манучина, который оказывал уже доллару неоднократно поддержку и в принципе и на прошлой неделе справился с этой задачей. Я напоминаю то, что у нас была возможность по сути послушать мнение министра финансов, главного казначея Соединенных Штатов Америки за последние 2 недели дважды, когда он реабилитировал американца в глазах покупателей после того, как Трамп сообщил о том, что валюта слишком дорогая. Напомню, что Манучин тогда сделал акцент на то, что Трамп исходил из долгосрочных ориентиров, а американская валюта, собственно, дорогая, она более выгодна в долгосрочном ключе. Собственно, тогда мы и увидели, как американцы стали поднимать с минимальных уровней, достигнутых после таких комментариев Трампа. На прошлой неделе Манучин еще раз сделал акцент на то, что сейчас самым острым и наиболее актуальным вопросом, который стоит на повестке всех денежных властей США, являются реформы, которые были анонсированы Трампом. И по версии Стивена Манучина, реформа о снижении корпоративного налогообложения, налогообложения для физических лиц, будет реализована до конца 2017 года. Сейчас идет к ней полная и очень детальная подготовка. Также он отметил то, что не нужно цепляться за провал реформы здравоохранения. То есть это совершенно две разные программы, которые не связаны друг с другом. Поэтому не нужно полагать, что сначала должна пройти реформа здравоохранения, только после этого дорога откроется для прочих инициатив, подобного стимулирующего изменения. То есть они могут развиваться параллельно и, собственно, также могут притворяться в жизни. Также Манучин сделал акцент на то, что вопрос с повышением лимита государственного долга будет решен вот уже, собственно, чуть ли не в ближайший месяц. И помимо главного казначей США, у нас была возможность послушать еще Дональда Трампа, который дал интервью Associated Press на прошлой неделе. И вы знаете, что он сказал? Он отметил то, что трейдерам, ну, конечно же, не трейдерам, потому что трейдеры как таковы его не интересуют. Он отметил то, что те, кто ждет от него вот этих стимулирующих реформ, могут вот эти ожидания быть вознаграждены уже на этой неделе, потому что на этой неделе Трамп может представить план пакета реформ по налоговому стимулированию. Ну, очередной ли это пустое заявление, я не знаю, друзья. Если бы у меня была такая информация, я бы поделился. Но согласитесь, то, что после последнего акцента, который мы с вами делали на эскалацию геополитической напряженности вокруг Сирии и вокруг Северной Кореи, после его протекционистских взглядов и, в принципе, явного обострения отношений со многими регионами, такие формулировки немного заставляют потеплеть, в принципе, настроением и отношением к нему, особенно со стороны тех, кто уже разочаровался, потому что он вообще способен реформировать экономику в том ключе, в котором обещал. Поэтому давайте поверим на слово пока что. Если доллар и японская иена растет, это совершенно очевидно, мы это видим сейчас на котировках, я предлагаю все-таки рискнуть. Давненько мы уже не торговали парой доллар и японской иены, особенно после того, как обожились в последний раз. Может быть, то, что мы оказались выше 110, это как раз и есть тот самый разворот, после которого пара пойдет еще выше. Поэтому я предлагаю, как и всегда, с тотальным контролем правил и соблюдением правил риск-менеджмента присоединиться к длинной позиции по доллару японской иены и рассчитывать на то, что хотя бы на этой неделе наши ожидания будут оправданы, и мы сможем оказаться повыше. Фонд против американцев. Здесь продолжаем резонировать с вами от решения премьер-министра Англии Терезы Мэй провести досрочные парламентские выборы, которые запланированы на 8 июня. Этот новостной фонд мы с вами внимательно и детально обсуждали уже на прошлой неделе. Я хочу отметить то, что согласно самой позиции Терезы Мэй, это то решение, которое способно повысить политическую стабильность в стране и подготовить Англию к тому, чтобы она в большей степени держала оборону, когда, собственно, начнется активная фаза обсуждения всех условий выхода данного государства в составы Европейского союза, то есть реализации дорожной карты Брекзита. Но очень сомнительно, опять же, станут ли эти выборы гарантом политической стабильности. Может оказаться так, что Тереза Мэй не получит, опять же, большинство своих последователей в парламенте. Может быть так, что в ходе парламентских выборов напротив этой инициативы создаст большую угрозу для ее очков репутации. Поэтому я бы не стал расценивать это в качестве фактора и гаранта уж тем более политической стабильности и не стал бы оправдывать, собственно, этим решением тот рост, который мы наблюдали по фунту. Потому что, как минимум, реакция должна была бы, на мой взгляд, быть совершенно обратной. Возможно, кто-то использовал данное заявление, кто-то из игроков, как вы понимаете, повыше, выше рядовых спекулянтов, использовал этот фундамент, чтобы опять отправить пару к тому уровню, который был бы более целесообразным сейчас, с учетом того позиционирования, который на рынке присутствует. Но говорить это на 100% тоже пока не хотелось бы. Еще из отчетов по роничным продажам. Важная статистика прошлой недели. Роничные продажи, как вы наверняка могли заметить, если следили за этим фундаментом, оказались крайне провальными, потому что в месячном выражении мы видели спад на 1,8% с прошлого роста на 1,7%. И в годовом значение тоже очень скромное, 1,7% с прошлого 3,7%. Вывод, который необходимо сейчас сделать, почему просили роничные продажи, да потому что слабый курс британского актива валютного стал причиной роста индекса потребительских цен. А рост инфляции сказался на, собственно, падение расходов, активности потребителей. Между прочим, роничные продажи сейчас находятся чуть ли не на минимальном значении за последние 7-8 лет. И то ли еще будет, потому что в целом-то картина не изменилась. Я не сомневаюсь в том, что инфляция продолжит расти и дальше, создавая еще большую нагрузку на активность потребителей и на будущие показатели ЛООП. В целом, вывод, который можно сделать из того, что я сказал, фунт авоксайдера, его нужно продавать. Но давайте не будем торопиться. Дважды лично я попался на этом активе за последние 5 месяцев. Если уж, собственно, повторять неудачный третий раз, то уж тогда, имея 100% представление о том, ну, казалось бы, по вероятности, что с этим инструментом может произойти и дальше. Пока мы видим то, что трейдеры тоже не знают, как торговать этим инструментом после достигнутых недавно локальных экстремов. Я рекомендую понаблюдать за тем, как пара будет вести себя на этой неделе. И давайте подслеживаем новостной фон, фундамент, покупаем статистику, вот посмотрим за активностью в сфере услуг и вернемся к этому, до этого активов через недельку. А пока моя рекомендация – занимаем статус сторонних наблюдателей и лучше не рискуем, потому что, на мой взгляд, фунт является сейчас одним из самых непредсказуемых инструментов. Евро против доллара. Здесь новостной фон можно разделить на два фронта – это статистический и политический. По статистике инфляция на прошлой неделе, как показатель в годовом выражении 1,5%, базовые значения индексов потребительских цен – 0,7%, а против прошлого – 0,7%, то есть без изменений. Без изменений это по-прежнему на низких значениях, потому что цель для Европейского центрального банка – это 2%. После того, как вышла статистика по инфляции, после еще череды макроэкономических отчетов, у нас была возможность послушать о том, что сейчас происходит в плане монетарной политики, действия которых принимаются Европейским центральным банком, послушать со стороны председателя этого регулятора – Марио Драги. И мы это, собственно, сделали. Что интересного было сказано Драги? Да то, что базовая инфляция не растет – это, собственно, высказывание прямое со стороны Драги. То, что общий показатель инфляции в целом индекс потребительских цен далек от устойчивых ожиданий высоких значений инфляции, то, что ставки будут оставаться низкими в течение более длительного периода времени. То есть запаковываем эти формулировки под риторику мягкого толка, то есть риторику, которая, в принципе, но не позволяет сейчас развернуться по паре евро-доллар целенаправленно, так, с возможностью ухода выше отметки 1.10, как это могло бы, вероятно, быть, если бы Драги повторил слова и ожидания присутствующих оптимистов того, что ЭЦБ начнет повышать процентные ставки и выходить из программы количественного осмельчения. То есть статистическая картина и ожидания политики, которая будет и дальше проводиться ЭЦБ, она остается низменной. И хорошо, это сигнал для слабого евро. Что касается политического формата, то, безусловно, этот новостной фонд стал ключевой причиной того роста, который мы наблюдали сегодня. Открытие с ГЭПом на две фигуры. Хай, который был зафиксирован, вот, по сути, по евро-доллар, он же открытие 1.09.16. И после этого мы пошли на закрытие ГЭПа. Напомню то, что в это воскресенье прошли выборы, первый тур выборов президента Франции. Было изначально несколько сценариев, ну, худший и лучший. Это то, что первый тур должны были пройти Липен и Миланшон, то есть два политика, которые способны радикально, кардинальным образом изменить всю политическую составляющую Франции, поскольку они выступали за то, что Франция нужно покинуть вслед за Англией и Европейский Союз. И сверхоптимистичный сценарий заключался в том, что первый тур пройдут Эммануэль Макрон и Франсуад Фигион. Как вы знаете уже, постфактум выборов, которые прошли, была обозначена какая-то золотая середина. Скажем, представители и ультраправых, лучше сказать даже центристов, это Эммануэль Макрон, он, собственно, получил большинство, 23,7% голосов. И представитель, опять же, радикального сочтения, это Мария Липен, она набрала 21,7% голосов. То есть 23,7% и 21,7% – 2%, но с одной стороны много, а с другой стороны отставание не такое уж и значительное. Если, скажем, изменится настроение, опять же, это вполне возможно, учитывая участившиеся вот эти террористические угрозы и атаки, то, может быть, опять же, представители потенциального электората Франции изменят, опять же, собственной позиции и поставят на то, что с таким террористическим течением нужно бороться только теми методами, за которые выступает Мария Липен. Если это произойдет, друзья, то второй тур голосования, который пройдет, получается, через воскресенье, 7 мая, будет еще более интересным. И, опять же, после того, как пройдут эти выборы, то есть очередное открытие недели, уже на 8 мая, нас, скорее всего, ожидает еще больше ГЭП. Ну, то есть, дать с собой еще две недели, мы с вами продолжим возвращаться к нему, продолжим следить за фундаментом, и я думаю, что у нас будет более четкое представление о том, кто все-таки может и, скорее всего, будет лидировать. Ну, конечно же, сейчас все выступают за то, что победу держит Эммануэль Макрон. Но, быть может, все, что угодно, мы неоднократно уже наблюдали, как общий рынок настроения оказывается далеки от реальности. Может быть, нечто подобное мы увидим и сейчас. Политическая тема будет доминировать сейчас для европейской валюты, для европейских фондовых рынков, может быть, даже и для всех финансовых площадок. Если это так, давайте следить за фундаментом. Я считаю то, что сейчас больше вероятности нужно пойти на закрытие ГЭПа, который сейчас образовался, потому что, в целом, неопределенность, она как присутствовала, так и сейчас есть, потому что во второй тур голосования на выборы президента Франции прошла все-таки Мария Липен, на которую немногие рассчитывали, чтобы увидеть ее, собственно, на заключительном этапе президентской гонки. Поэтому неопределенность, ее можно конвертировать в качестве фактора давления. Давайте, как и раньше, продавать европейскую валюту. Австралийцы против доллара. Ну, сейчас не буду останавливаться подробнее, хотя я хотел рассказать вам про то, что есть сейчас в плане статистики. Ну, насколько я вижу, опять же, по времени мы уже затянули. Поэтому давайте австралийцы мы с вами по обсуждению перенесем на следующие брифинги. В целом, наша короткая позиция сохраняется по доллару канадца. У нас была с вами цель 1.35, хай, прошлая торговая сессия 1.3524. Я поздравляю всех тех, кто прислушался ко мне, занял эту длинную позицию по паре, невзирая даже на тот рост котировок нефти, который мы наблюдали неделей ранее, двумя неделями ранее, точнее. Мы достигли нашей цели. Сейчас котировки по паре USDCAD 1.3473. Я считаю то, что можно взять локальную паузу и отдохнуть пока от торговли канадцем. Но важно то, что, скорее всего, давление на канадца сохранится, потому что цены на них снижаются, и в пятницу вышел расчет по инфляции, согласно которому индекс потребительских цен просил с двух значений до 1.6. Снижение инфляции – это тот самый фундамент, как я вас ориентировал и готовил, который способен изменить всю риторику канадского регулятора. Если это произойдет, то мы откажемся на какое-то время от разговоров ужесточения политики со стороны канадского регулятора. И будем больше даже торговать идеи, связанные с мягкими экономическими ожиданиями. Доллар-франк. Мы видели, как пара достигла отметки 0.99, но очень быстро практически сейчас восстанавливается. Я думаю, что паритет снова возвращения к этому уровню – это вопрос в ближайшие дни, потому что налицо действие и усилие Национального банка Швейцарии по интервентному механизму, который был запущен после того, как спрос на франка резко возрос. В целом, по доллару-франку я не рекомендовал вам торговать, потому что мы оказались уже давно в большей паритете. Это было нашей долгосрочной целью. Если хотите поторговать франком, то в сотрудничестве с европейской валютой, но здесь также спешите не нужно, давайте я посмотрю, что у нас по этой валютной паре, и тогда предложу вам сделку вот в ближайшие дни. Из важных событий сегодняшнего дня в 11.00 – это данные по бизнес-оптимизму и настроениям ИФА по Германии. Вряд ли эта статистика окажет какое-то определяющее воздействие на европейскую валюту, потому что сегодня все отходят от результатов первого тура выборов во Франции. Многие игроки еще не торговали, а этот фундамент сегодня, скорее всего, попробуют это сделать. Поэтому статистику, скорее всего, проигнорируют, а мы продолжим следить за теми трендами, которые разворачиваются. Еще раз напоминаю, что по евро велика вероятность того, что мы пойдем на закрытие ГЭПа, который был образован. Собственно, друзья, на этом все. Если есть вопросы, как и всегда, канал на YouTube. Надеюсь, что вы не забываете про него. Уже давно подписались. Оставляйте ваши вопросы и комментарии там. Ну и параллельно не забывайте про то, что можно ставить лайки, большие пальцы, которые оказывают... Вы даже не представляете, насколько высокое мотивирующее воздействие на всех спикеров, в том числе и на меня, которые готовят вот эти аналитические обзоры исключительно для вас, мои друзья. Собственно, на этом все. Увидимся сегодня в 16.30, кстати, на вебинаре «Правильный понедельник». Ну и, конечно же, снова завтра на брифинге в 9.30 по Москве. Всего доброго. До свидания.